На рынке недвижимости складывается ситуация, что построено много жилья, и никому оно не нужно. Скорее всего, его раздадут нуждающимся. Херсонцам раздали более тысячи сертификатов на приобретение жилья. Стройки не останавливаются и дальше субсидируются государством, так как это огромное количество рабочих мест. Но я думаю, что херсонцам могут раздать, потому что им надо показать, что они спасают этих людей. Равно как и в Крыме платили двойную пенсию. Эти бабушки до сих пор надеются, что Крым останется в России, потому что в Украине они будут получать украинскую пенсию. А столько вложили вот в этот полуостров в ущерб тем россиянам, которые живут в России. Вас смотрю не потому, что хочу бежать замуж из России, а потому что мне нравятся ваши мудрые советы по отношениям. И я вам очень благодарна. Да, у меня канал про отношения. Причем у меня, я еще раз скажу, нет никакого психологического образования. Я поняла, что замуж за иностранца, даже за богатого, выйти очень просто. Как хорошо, что вы это написали. Хороших мужчин много, но я пока не видела более легкой жизни, чем в России. А я со страхом думаю, что, господи, мои родные, зачем вы там остались? Возможно, в США лучше, но я там была очень давно. Если есть нищие в России, то это ленивые люди, которые не могут оторвать попу от дивана. Поняли, россияне, почему вы нищие? Вы ленивые, оторвайте попу от дивана и идите зарабатывайте. Деньги раздают буквально до 350 тысяч, можно получить ИП или самозанятым, чтобы купить технику, оборудование, материалы и начать торговать на макерплейсах, на подсобное хозяйство возвращать не нужно. Главное, отчитаться на что потратил. А в некоторых городах соцработники сами предлагают это, так как они должны раздать эти деньги. И они не могут быть потрачены на другие цели бюджета. Россияне, вы почему не пользуетесь? Есть безвозмездное субсидирование социально значимых проектов. Там суммы посерьезнее. Это все реально. Проще смотреть Ютьюб и телек и думать, что вокруг нищета. Кстати, вот ролик, она потом его покажет. Там мужчина сидит в маске. То есть это есть, но говорить про это с открытым лицом нельзя. То есть по поводу того, что можно открывать на маркетплейсах. Ребята, сейчас люди покупают значительно меньше, чем до войны. Потому что самые лучшие времена в России были, ну, последние годы, когда торговля нефтепродуктами была достаточно приличная. Сейчас люди думают, что купить. И взять деньги для того, чтобы надеяться, что что-то где-то будешь продавать, надо сильно-сильно подумать. Тот мужчина, я так поняла, что вам расскажет, что ничего возвращать не надо. Но Россия та страна, в которой сегодня такой закон, а завтра совершенно другой. И сегодня вы берете 350 тысяч, причем, я поняла, это разовые деньги-то. Всего раз вам их дадут. И говорят, что берите, пользуйтесь. Только отчитайтесь, а потом вам скажут, а вы брали деньги? Верните, пожалуйста. В России это запросто. Но там вот это запросто. Да, надо рисковать. Но знать, как вы куда убежите. И я так думаю, что могут потом и не выпустить из страны, если на вас этот долг будет висеть. Я в России не верю. Ну вот я не верю российскому государству, правительству, потому что там все сделано для того, чтобы свой собственный народ держать в нищете. Еще один комментарий от нее. Я там сказала, что, видимо, вы живете в Москве, поэтому вам кажется, что и везде так же живут. Живу на юге России, занимаясь малоэтажным строительством, юридическими и риэлторскими услугами. Да, и риэлторы, слава богу, живут в России прилично и относятся к этому самому среднему классу. И у нас есть девочка, которая риэлтор, и просила, чтобы я ее прорекламировала. И, по-моему, я это делала, но без ее участия. Просто назвала ее фирму. Вот риэлторы, которые есть у нас здесь на канале, скажите, пожалуйста, как часто вы ездите за рубеж и можете ли вы оплачивать тысячу долларов за сутки. По поводу дармовых денег достаточно забрать соцконтракт в Ютьюбе. Также предусмотрены гранты от администрации города на социально значимых видах деятельности. Там суммы солиднее. Помогала открывать частный сад на 25 детей, получили 600 тысяч рублей. Позже, после лицензирования ежемесячной деньги на зарплату педагогов от МО. По поводу частного садика. Я вот в последнюю свою поездку встречалась со своей бывшей клиенткой, у которой был частный садик. И она там развивала программу по европейским стандартам. Вот это забыла, на букву М, по-моему, называется. Вот эта авторская программа. Когда детей начинают развивать вот с молодых ногтей, там такие хорошие развивающие программы, она сама обучение где-то получила из своих педагогов, поэтому научила. Но на тот момент, когда я приехала, я знала, что у неё эта школа есть, она мне писала. Бывшие мои клиентки иногда появляются в моей жизни. Она на тот момент судилась по тому, как эту школу за долги забрали. А она брала вот не от государства, может быть, дополнительно к государству, ещё миллион рублей у кого-то. И на тот момент она торговала в киоске на вокзале, который её кормил. Неприятная такая была история. Я ей поверила, как всегда. Отдала ей витаминки, которые я туда привозила. По-моему, даже линию по уходу за лицом она со мной не рассчиталась. Так что денег-то взять можно. Можно и у знакомых подвезти. И я помню, что мы были втроём. Как раз Иринка Якут с нами обедала. И она, по-моему, взяла её в качестве своих клиентов, чтобы отбить её от долгов, провести вот это вот, как называется, банкротство. Банкротство узаконить, чтобы государство за ней не бегало, и чтобы прятаться ей было не надо. Вообще, алгоритм такой. Ищите в администрации отдел по развитию предпринимательства. Они консультируют, сводят с нужными людьми для получения документов. Ростехнадзор, Роспотребнадзор и так далее, в зависимости от ситуации. По звонку из администрации с тобой очень уважительно разговаривают, консультируют. Ну да, если по звонку из администрации, то может быть. Потому что мой опыт был, вот это был не в последнюю поездку, а, наверное, в предыдущую, в тот момент, когда я решила, что квартиру свою я продам и поделю между детьми, чтобы они каждый доложили до того, чтобы себе какое-то достойное жильё купить. Потому что продав одну квартиру, две в России не купишь. Даже однокомнатных. Я заранее предупредила, что через полгода приезжаем, и это будет копить, и денежки не тратьте. И мы ходили, вот оформляли эти документы. Я помню, я рассказывала на канале, я даже девочке обратилась, молоденькая девочка, хорошенькая, сидит, разговаривает, бур-бур-бур, бур-бур-бур-бур. Я у нее спросила, вам на самом деле не нравится эта профессия? Ну поменяйте её. Это нечто. Это просто нечто, как разговаривают в России, когда не позвонят вот из администрации. Тогда, наверное, уважительно консультируют. Я вам рассказывала совсем недавно на стриме о том, что я разносила подарки во многие учреждения, потому как у меня был ещё побочный бизнес, решение любых вопросов в городе Омске. И я помню ситуацию, что я стучу кому-то в кабинет, захожу, и мне, не повернув ко мне, кричат, «Закройте дверь, я занята». Я говорю, «Да это я пришла, вам подарки висла». «Ой, Галина Кирсина, бла-бла-бла». А к другим нельзя вот так относиться. А здесь вот в этой стране, я думаю, и в Европе тоже, со всеми разговаривают уважительно. Вот со всеми. А у нас вот так вот разговаривают, чтобы вежливо поговорили, пусть из администрации позвонят, и я так думаю, что еще надо тому администратору тоже хороший подарок сделать. Есть программы для просто нуждающихся в жилье. Для улучшения жилищных условий. Программа «Молодая семья». По ней иногда сертификат. Достигает 80% стоимости жилья. Знаю по сделкам. Плюс материальный капитал в моем городе на третьего ребенка – 450 тысяч на погашение ипотеки, либо земля. По поводу материнского в уральских пельменях, они делали миниатюру, что для того, чтобы им вот жилье купить, им, по-моему, надо 20 детей родить, чтобы это купить. Но вы с этим сталкиваетесь. Поэтому давайте поговорим все-таки. Вы выйдете и скажете, ребята, вот эта сделка, вот столько они получили, вот столько они будут платить, потому что я знаю, что нуждающимся жилье, как вы говорите. Вот я когда уезжала, участники войны были без жилья. И сейчас присылают фотографии. То есть у нас же участниками войны считаются даже те ребятишечки, которые были, допустим, родились в это время на момент на оккупированной территории. И они не обеспечены никаким жильем. Вы думаете, они не нуждающиеся? Вот посмотрите те фотографии, где сидят старички с орденскими планками возле развалюшки. Я понимаю, что вам очень хочется показать, что Россия благополучная страна. А я очень сожалею, что я вот, когда была в Бостоне, Люсину эту квартиру я показывала, а там другая леди хотела мне очень показать свое жилье. Они переехали к сыну. Она потеряла мужа. И она говорит, Гали, у меня такое жилье, которого, конечно, мы никогда в России не заработали. И я вам показывала даже шелтер. Но у меня здесь на канале есть, когда двухкомнатная шикарная квартира дается людям, которые убежали от абьюзивного мужчины. По тем роликам очень многие написали, а мы такого так и не заработали. Педагоги и врачи в селах, иногда это пригороды, получают 2 миллиона на жилье. Год назад на 2 миллиона можно было купить двушку. Дорогие педагоги, чего вы не берете по 2 миллиона на жилье? Я же из педагогической среды. И одна из моих подруг является министром просвещения районного масштаба. И она вот 5 лет назад тоже со мной встречалась. Она с гордостью говорила, что, Галя, я очень много делаю для того, чтобы в моем районе учителя жили хорошо. И некоторые прям по 30 тысяч зарабатывают. А тут дают 2 миллиона. Вы чего не берете? Дают просто так. Педагоги в селах не платят за электричество и газ. Даже на пенсии. Даже если дом большой, как у моей бывшей свекрови, 250 квадратных метров. Я даже представить не могу, чтобы в России были такие большие дома. 250. Сколько же умам это было? То есть сейчас прикину. Метров 80, наверное. Трехкомнатная квартира, наверное, метров 80. Все малоимущие могут получать субсидии на коммуналку. Могут, но настоишься в очередях столько, что, наверное, не захочешь. Соседка моя умудрилась дважды получить материнский капитал, так как муж усыновил ее ребенка, купит две квартиры, развелась с мужем и получает около 1000 долларов в месяц на трех детей и компенсацию за коммунальные услуги. Живут в большом доме, квартиры сдают посуточно, возможностей очень много. Главное быть любознательным и активным. Ребята, смотрите, надо рожать троих детей. Видимо, уральские пельмени были неправы, говоря, что надо 22 ребенка, чтобы жилье построить, потому что он 1000 долларов в месяц. Это получается 70 тысяч. Ой, так 70 тысяч – это мало. Вы знаете, я когда уезжала 18 лет назад из России, вот тогда нужно было на нормальную жизнь 1000 долларов примерно, чтобы на такси ездить, чтобы на бизнес-ланчи ходить, чтобы позволить себе купить, что захотел. То есть 1000 долларов в месяц нам хватало. С дочерью на то, чтобы вести достойную жизнь. И потом, когда она сюда приезжала ко мне, она мне сказала такую фразу. Мам, это тогда было 1000 достаточно. Сейчас меньше 2000 нормально не поживешь. То есть иметь трех детей на 1000 долларов, то есть на 70 тысяч, ну это, наверное, как моя сестра вот живет на эти 20 тысяч, наверное, так и получится. Она себе ничего не может позволить. Она уже, конечно, никакую дополнительную квартиру не купит и в отпуск никуда не съездит. Она в Израиле последний раз была, наверное, лет так 7 назад. У нее там дочь живет. И они бы ей с билетиками помогли. Она понимает, что если она уедет, потом надо будет у той же дочери просить, чтобы она ей помогла какое-то лекарство купить. Пишите, пожалуйста. То есть нам пишет человек из страны, в которой ей удобнее, чем в каком-то другом месте. И она считает, что вы просто не умеете пользоваться теми льготами, которые страна предоставляет. А я в свое время написала ролик, как я выбивала свою пенсию в этой стране. Ну и сравните ваше мытарство с тем, как меня приняли, посчитали мне, что нет, миссис Смис, вам не надо ждать исполнения вами 65 лет, начинайте получать денежку сейчас. И все мне разложил. Сам нашел все документы. Я поставлю этот ролик о том, как трудно здесь остаться одной, как трудно выбить пенсию. И точно никого не надо обманывать. И не надо никого просить. Что позвоните туда, пожалуйста, чтобы со мною поговорили вешливо. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.